Каждый раз, когда мы делаем лекцию перед концертом некой звезды, некого имени, участие в концерте которого автоматически сходят в аншлаге, мне безумно приятно видеть, что и на лекцию приходит значительное количество людей, а это значит, что вы интересуетесь не только человеком, который сегодня играет, но и музыкой, которую он будет исполнять. Мы назвали сегодняшнюю нашу встречу «Патетика и раздумья». Это, пожалуй, два первых слова, которые приходят на ум при упоминании имен Бетховена и Шопена. А вот в том вопросе, на самом ли деле это в полной мере отражает их творчество, мы сегодня поговорим с Леликой Кандаурой. Пожалуйста. Слышно? Я буду говорить вот так. Добрый вечер, дорогие друзья, все хорошо? Сегодня изумительная совершенно программа, будет и барокко, причем будет ранний, не вполне хорошо нам известный Аган Себастьян Бах, будет очень-очень поздний классицизм, совершенно ушедший далеко от любого музыкального и стилевого мейнстрима, очень-очень одинокий в своей глухоте и в своей уникальности поздний Бетховен, ну и роскошная, виртуозная, патетическая, прекрасная, во многу хитовая романтика, фортепианная Ильяса Шопена. Вот на этой картинке Бетховен, ой, Бах, простите, изображен играющим на органе перед прусским кайзером. Вот я думаю, что любой человек, который любит музыку, и в распоряжении которого оказалась бы машина времени, он бы первым делом на ней установил обязательно 20-е годы 18-го века и двинул по племяку в город Лейпциг для того, чтобы послушать баховские кантаты, а если повезет, может быть, даже премьеру «Страсти по Матфею», для нас, конечно, самый любимый, самый хорошо известный, самый такой удобно навигируемый бах – это бах уже взрослый, это действительно бах конца десятых, начала двадцатых и дальше годов. Во времена своей работы в Лейпциге вы, наверное, знаете, что бах в течение нескольких десятков лет был главным человеком, отвечающим за музыку, это называлось кантором Лейпцигской церкви Святого Фомы, но он родился, в общем-то, еще и в 17 веке, он родился в 1685 году и на композиторский путь вступил достаточно рано, и особенно интересно послушать баховскую музыку как раз в того времени, когда он еще и как музыкант, и как композитор, и как человек, который был еще и исполнителем, потому что бах был прекрасным организм, вот он только вступал на этот путь. Сечение, которое мы будем слушать сегодня, «Токката», «Опус-911», как раз-таки сечение раннее, и сечение, которое мы не знаем, когда было создано. Вот одни исследователи считают, что ему не было еще даже 25 лет, соответственно, написано оно до 1710 года, другие считают, что ему было порядка 29, и тогда это 1714 год, но в любом случае это вот тот самый ранний бах, которого немножко хуже знаем. Он тогда работал, он еще не был вот таким маститом, компулентом в парике, вернее, может быть, он носил уже тогда парик, но работал в Вильмаре сначала органистом, а потом концертмейстером, то есть так называл концертмейстер, да, так называлась его должность. И музыка, которую вы услышите сегодня на фортепиано, музыка, которая будет звучать сегодня... Вот так. Вот обратите внимание на ее фактуру, да, вероятно, вы слышите, что она предназначалась не вполне для этого инструмента, вернее, не то, что не вполне, а совсем для другого инструмента, предназначалась она для инструмента, который звучал вот так. Вот так. Вы слышите, что во всех абсолютно отношениях, выразительном, в артикуляционном смысле звуковой фактуры, это совершенно-совершенно другой инструмент. Это инструмент, в котором Бах не знал себе ранних и равных, потому что говорили, что он был человеком, обладавшим фантастической способностью играть на органе. Мы сейчас с вами посмотрим, как играют на органе, если вдруг вы никогда этого не видели, или видели из зрительного зала, что всегда немножко обкрадывает зрителя, потому что это колоссальное шоу, в первую очередь, с визуальной точки зрения. У органа несколько мануалов, у него ножная клавиатура. То есть это гигантский механизм в центре, который у себя этот исполнитель управляет им, сразу производя огромное количество действий. Но вот Бах был великим исполнителем на органе, великим импровизатором на органе. Представьте себе импровизацию с такой штукой, да еще и когда фактура в музыке вообще сложна. Мы с вами, я надеюсь, чуть-чуть успеем про это поговорить. Он был человеком, который разбирался в механике органов. Его приглашали, например, оценивать и чинить. Их одним словом, вот он был крупным, собственно, в Вейморе, такова и была его должность. Он был большим-большим органным авторитетом. Он в этом смысле шел по стопам человека, который, человек со сложной немецкой фамилией, такой подлинный немецкое имя у него, его звали Дитрих Букстехуде. История про Букстехуде и Баха самая главная такая, что в 1705 году Бах, 20-летний, находясь на службе в городе Арнштадт, он направился пешком в город Любек. Как-нибудь для развлечения можете посмотреть в картах, какое-то расстояние. Это что-то вроде 400 километров. Представьте, что такое было в начале XVIII века, преодолев дистанцию 400 километров. Я думаю, что большую часть времени он на каких-то перекладах или пешком передвигался. Одним словом, зачем он предпринял этот колоссальный пильгримарш? Зачем он был ему нужен? Он хотел, во-первых, прийти на попло, во-вторых, прикоснуться напрямую, это эра, которая давала возможность только физического присутствия, для того, чтобы узнать о чем-то. К искусству Дитриха Букстехуда, великого немецкого органиста и композитора, которому тогда было 68 лет. И он был органистом церкви в городе Любек. Это самый север Германии. И вот как приблизительно... Это тот же самый жанр, тоже такката, но только буксты худе. Вот вы в левом нижнем углу, если вам видно, можете наблюдать наш друг, или оттуда... Вот этот роскошный, торжественный, причудливый, этот стиль назывался по-латыни стилус фантастикус, стиль особенный, отличавший северо-немецких органистов, в первую очередь ассоциировавшийся с буксты худе. Вот его же мы слышим в таккате, которая прозвучит сегодня на концерте. Интересно, мы сейчас с вами чуть-чуть поговорим про то, что это за жанр такой вообще такката, но интересно, что, называясь просто таккатой, она на самом деле состоит из нескольких пьес, которые очень хорошо слышны и хранятся друг между другом. Они очень разные по структуре, по тому, как они устроены. И, как правило, может быть, вы слышали словочетание «прелюдия» и «фуга», может быть, вы слышали словочетание «такката» и «фуга», вот та-да-дам, та-да-дам, самая такая хорошо известная и ставшая поп-хитом баховская музыка. То есть вот такие двойные жанры, они были нормативом. И фактически сегодняшняя такката представляет собой тоже такой двойной, а на самом деле, на понимательный взгляд, даже тройной жанр. Но бах почему-то решил написать просто такката. Что это за жанр такой? Значит, слово «такката» — это вообще очень важное для музыки слово. Если вы им вооружитесь, оно вам во многом поможет в музыке 19-го, музыке 20-го века особенно. Это жанр, который происходит от итальянского глагола «поккаре», что означает «прикасаться». Имеется в виду, видимо, быстрый вот такой виртуозный бег по клавиатуре, то есть виртуозное касание клавиши. Потребление «такката» первоначально, когда она появилась, появилась она сильно до бахов, в 16-м веке. Она представляла собой свободную, прелюдирующую импровизационную пьесу. То есть как бы такой полет ораторского искусства, полет к распоречивой мысли, который призван предварять что-то. Такката была именно таким вводным, эффектным введением во что-то. Именно поэтому она часто группировалась с фугой. Такката и фуга, да? Вот как я говорила выше. И если такката как раз представляла собой этот свободный полет фантазии, то фуга, наоборот, полная ее противоположность – это царство градации, расчета, математической точности, никакой импровизационности. Правда, я тут в скобках замечу, что Бах импровизировал фуги. Мы сейчас с вами через секунду поговорим, что такое фуга. Но вот очень свободная такката, очень жесткая фуга. В сегодняшней таккате будет спрятано и одно, и другое. Сейчас я вам покажу, как оно, где окончается одно, и начинается другое. Почему я сказала, что такката – важная штука до XIX или XX века? В XIX веке ее немножко перепридумали, она чуть переосмыслилась, и она начала означать виртуозную пьесу в духе перпету мобили, в духе вечного движения. Вот если вы послушаете таккату Шумана, например, знаменитую, это просто такой виртуозный шихвал, взрыв одинаковых по длительности нот, которые очень быстро, очень текучие, очень быстролепно проносятся. В XX веке, вот если вы когда-нибудь почитали, что про свой стиль писал Сергей Сергеевич Прокофьев, он говорил, что таккатность, вот это свойство быстрого, как будто, представьте себе, спрекочущий работающий механизм, или как будто кто-то, кто быстро пишет на пишущей машинке, да, вот такого рода механическая таккатность, была его важнейшим свойством, было одним из свойств его музыки, то есть в XX веке тоже с открытием механизации и вообще с увлечением музыки всем механическим вот этот таккатный стиль был очень востребован. Но мы с вами пока в XVIII веке, пока что это вот такое цветистое введение во что-то, что должно воспоследовать. Что же должно воспоследовать? Воспоследовать должна фуга, которая представляет собой многоголосное сочинение. Смотрите, что сейчас будет происходить. Два голоса. Вот, посмотрите, они вдвоем что-то такое каждый говорит, ни один другому не аккомпанирует, ни один, ни второстепенен. Внимание. Три. Четыре. Ну и сейчас вступит пас. Пять. Я думаю, что здесь вот по этому видео прям супер понятно, что такое полифония. Да, мы видим многоголосную многоэтажную ткань. Ну и самые глазастые или ушастые, если вам не было видно, наверное, заметили, что все голоса начинали с одного и того же, с одного и того же позывного. Да, это был нисходящий такой скачок. Этот позывной называется темой. И кратко мы с вами, собственно, суть фуги уже выхватили. Это полифоническая многоголосная музыка, где голоса, ну вот как в детской игре, они перебрасываются одной и той же темой, имитируя друг друга. Этот эффект называется имитация. Это старая-старая полифоническая техника. И эта тема, она так мерцающе пронизывает все тело фуги, перескакивая из одного голоса в другой, иногда в разных изменениях и так далее. То есть вы видите, какое количество требований, да, тут многоголосие обязательное, этот мерцающий переход этой темы, иногда она очень сложно и интересно переходит. Например, в одном голосе она еще не закончилась, а в другом уже началась, и звучит сама с собой в единицу времени. Ну, в общем, тут не поимпровизируешь, да, поэтому я говорю, что фуга в этом смысле это царство градации. Ну и если мы с вами послушаем, вот еще раз, да, насколько импровизационно начинается такката. Как будто бы исполнитель действительно играет то, что ему приходит в голову прямо здесь и сейчас. Вот это типичный стимус фантастикус. Дальше будет звучать небольшой медленный раздел, как раз основанный тоже на имитациях, поэтому я сказала, что если присмотреться, здесь на самом деле три части. Ну а в конце будет фуга, вернее, не в конце, а основную часть этой музыки составляет фуга. Послушайте, насколько иначе она устроена. Вот как мы сразу чувствуем рациональный контроль. Тут большая, длинная тема. Вот вступил второй голос. И вот от фуги всегда впечатление как бы растущего организма такого. Они очень механические, да, они вот таким обладают, да, обладают инерцией, как бы и поступью гораздо более решительные, чем в начале импровизационная татаката. Поэтому фуги очень любил, опять же, увлекавшиеся механизмами 20 век. Ну вот сегодня не пропустите этот контраст. Но, напоминаю, все это будет идти подряд, сплошным потоком музыки. Вероятнее всего, бах, что-то подобное мог импровизировать, то есть и таткатную материю, и фугу придумывать на ходу. Если у нас... А, еще хотела вам показать вот что, да, поскольку еще фуга бывает не только музыкальной, забыла просто показать вам сразу. Вот, например, это картинка чешского художника Франтишека Кубки, которая называется фуга, а здесь в качестве фуги выступают вот эти, покажу курсором, выступают вот эти синие треугольники, которые вы видите, да, один, другой, потом они становятся меньше, потом они... То есть она вся пронизана, да, мы видим некую структуру, всю пронизанную одной и той же темой, которая повторяется в разных вариантах изменения. Вот эта знаменитая картина, тоже называется фуга литовского художника Чурнёниса, а здесь в качестве темы выступает елочка. Вот вы видите, одна, вторая, вот она в увеличении. Да, это противосложение, судя по всему. Да, абсолютно. Это совершенно графическая фуга, А также, если здесь есть суперинтеллектуалы, то вы, может быть, знаете, что роман Джойса Улисс, вот одна, Джойса очень интересовали переходы между языком как средством вербального общения и языком как шумовой стихией, как музыкальной стихией. Вот это есть одна из глав романа Улисс по структуре, то есть по инженерии, представьте, она представляет собой фугу, в это сложно поверить, но это так. Если, не могу сделать крупнее, одним словом, если Бах у нас сегодня довольно ранний, то Бетховен очень-очень поздний. Мне нравится этот титульный лист 32-й, самый последний соната Людвига Ван Бетховена, мне нравится он тем, что здесь Бетховен как Луи, то есть издание было французским. Вы, наверное, знаете, что у Бетховена 32 фортепианные сонаты, это колоссальная эпопея, которая растянулась во всю его жизнь, и он, вероятно, не задумывал ее как цикл, и, наверное, даже не предполагал, что когда-нибудь найдутся пианисты Титаны, а такие были, которые в несколько концертных вечеров играли ее как цикл. Если сыграть подряд, ну или вообразить их сыгранами, или прослушать подряд все 32 соната Бетховена, эта цикл занимает 11 с лишним часов. Вот эта последняя из них, она была написана между 21 и 22 годом, уже 1800, ну, самое уже в 19 веке. Бетховен к тому времени уже абсолютно глух, он последние 9 лет своей жизни провел в совершенной кромешной тишине, если можно так сказать. И, собственно, написано именно за долго до смерти, вот Бетховен умрет в 1827 году, да, а это вот в 21-22. Соната эта, это прекрасный образец стиля... Что, простите? Это соната прекрасный образец стиля позднего Бетховена, потому что, ну, прямо вот с какой стороны ей подойти, она очень здорово его иллюстрирует. Во-первых, это интерес к Сталинному, это интерес Бетховена к барокко, это как бы точка, где Бетховен подключается к Баху, а может быть даже и к до-баховской музыке, при том, что вы должны понимать, большую часть музыки Баха Бетховену была незнакома. Бах после своей смерти в 1750 году впадает в абсолютное забвение, и ренессанс его уже после смерти Бетховена начнется в 19 веке. То есть это, ну, не знаю, что, визионерство, творческая интуиция, то есть никакого прямого влияния здесь быть не могло. Бетховен, в сомнении, знал, кто это такой, но большую часть нам знакомой сейчас музыки Баха Бетховен не слышал. Почему мы говорим, что, ну, мы сейчас с вами послушаем, да, почему мы говорим, что там барочные как будто бы влияния. Вторая часть соната, которую сегодня вы послушаете, поражает своей церковностью. То есть есть полное впечатление, что это старинная духовная музыка, причем, повторюсь, написанная в разгар 19 века, вот уже на границе классического и романтического стиля. Это во-первых. Во-вторых, поздний Бетховен это всегда про нарушение правил. Что ни возьми, то есть он может писать симфонию, и в последнюю часть симфонии он впихнет хоры солистов, вокальную музыку, которая не должна быть в симфонической ткани. Он пишет квартет, и он вместо, вам, наверное, известно, что канонический квартет, вот когда все начинаем, он четырехчастный. Он вдруг пишет семичастный квартет. Если он пишет сонату, которая тоже должна быть четырехчастной, то соната обязательно окажется тоже какой-нибудь кривой и необыкновенной. Как эта соната, которая, ну, по сути, двухчастная, хотя внутри там происходит такое количество событий, членения на мелкие разделы, что мы можем ее интерпретировать и так, и так. То есть Бетховен начинает, еще не подозревая о романтизме, и еще не будучи, конечно, романтиком, он начинает немножко как романтик вести себя с жанром. Он очень смело его модифицировать, очень смело его менять, очень смело нарушать правила. Когда его спросили, почему эта соната двухчастная, а для нас сейчас нарушение правил жанра, это какая-то такая вещь, ну, простая. Хочу двухчастную сонату, хочу пяти, хочу семи, хочу еще как-нибудь назову, там, вообще как не соната. Мы должны понимать, что жанр был в начале 19 века вещью невероятно диктующей, да, вещью невероятно императивной. То есть это штука, которой нельзя было, она вызвала вопрос, почему вдруг мы всегда строили собор по одному, а сейчас строим по другому. И вот когда Бетховен спросили, а почему же, что случилось, почему соната двухчастная, он сказал, что у него внимания не было времени ее дописать. Вот вы сегодня, когда будете слушать эту музыку, это уже последнее, что приходит в голову, что человек находился в спешке, или вообще была задача, наличивали отсутствие у него времени, человек, который ее писал. Без сомнения, это одна из, ну, я думаю, с вами тоже это бывало, когда вам дают очень глупые вопросы, иногда дают на него очень глупые ответы, чтобы просто отставить. Вот это, видимо, то, что делал Бетховен, потому что на самом деле сложность ее внутреннего устройства, драматургии, она, конечно, нам говорит о том, что это цикл, который не допускал и не мог допустить никакого продолжения. Что же здесь происходит? Да, еще хочу обратить ваше внимание на посвящение. Этот герцогу Рудольфу, это был его друг, патрон и ученик. То есть мы часто можем встретить вообще во всей Бетховене, можем встретить его имя. Первая часть — это совершенно удивительной напряженности, борьбы, такой внутренней противоречивости, драматизма. Музыка, которая, обратите внимание, с какой гармонии начинается, вот типичный поздний. Обратите внимание, что Бетховен начинается с диссонантной гармонии, начинается с проблемы, да, он сразу начинается с очень остро ставимого вопроса. Бетховен начинается с этим. И эта развернутая, большая, драматичная, приблизительно 10-минутная часть, начинающаяся с раздела Моя Стоуза, что значит торжественно, заканчивается, посмотрите, в каком лучезарном мажоре. То есть он завершает ее, целенаправленно завершает ее в мажоре для того, чтобы у нас, как будто бы, готовя нас к следующей, готовя нас к завершению, к завершению второй части, которая вся представляет собой путь из очень глубокого раздумья, из очень глубокой темноты к свету. Давайте мы с вами послушаем вторую часть, ту самую, которая звучит, как церковная музыка. У нее интересное обозначение «Ариэнта», что означает «маленькая ария». И дальше ремарка «Атажа у Мольте Семплича», что означает «очень медленно и певуче». Я думаю, Мольте Семплича очень просто и певуче. Это, обратите внимание, данный эффект, как будто бы поющего церковного флора. То, что звучит, представляет собой тему, на которую в этой части написаны четыре вариации. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, когда говорю «поздний Бетховен», вот мы с вами можем послушать очень похожую по тональности, ну, в таком, в эмоциональном смысле, очень похожую по интонации третью часть его знаменитого пятнадцатого квартета. Это чуть-чуть позже, это 24-25 год, часть с очень языковыристым названием. Она выполняет функцию медленной части в квартете. И обратите внимание, снова мы совершенно не воспринимаем ее как лирическую часть, как медленную, какую-то любовную часть или что-то. Она больше всего похожа на церковный флор. Заковыристые названия, которые я сказала, звучит следующее, что в этой части называется «благодарственная песня, очень выздоравливающего к божеству», то есть предполагается, представляет собой молитву. И это одна из загадок позднего Бетховена. Если мы вернемся ко второй части последней сонаты, то... Слышно общее, да? Ну и конечно мы слышим, что это никакая не ариэнда, какая же это ариэнда, это что-то совсем другое. Ну и потом происходят очень интересные вещи, потому что четыре вариации на эту молитвенно, даже не выющуюся, стоящую на месте, потому что духовная музыка не имеет модуса времени, не должна его иметь. Четыре вариации представляют собой постоянно учащающийся пульс, как будто бы все сильнее увеличивается пульсация внутри неизменного вот этого стоящего музыкального времени. Из них самая смешная вариация номер три, я не откажусь, я в удовольствии вам ее поставить. Я даже вам не буду говорить, на что она похожа, потому что мне больше, чтобы вы сами... Это кончается вторая, сейчас начнем в третья. Субтитры создавал DimaTorzok Понимаете, да? Уги-вуги, директаймов, до всего этого еще сто лет. К сожалению, не я подметила, подметила великая японско-австрийская пианистка Митсуга Утида. Но это удивительный совершенно... Ну, тоже визионерство или что? Это какое-то вневременное такое вдруг пронзание. Это поразительность. Не пропустите этот момент, он совершенно прекрасен. И вот посмотрите, как из совершенной статуарности, как из некой абсолютно застывшей, замерзшей, беззабытийной молитвы постепенно насыщается событиями один и тот же медленный-медленный пульс, вот насколько он уже здесь. В нем появляется еще больше жизни, еще больше влияния. И за счет этих тренинг, кажется, уже совсем частым, как бы, да, совсем он запускается мгновенно. Очевидно, что вся эта конструкция не подразумевала никакого финала. Финал совершенно здесь никакой не нужен, да? То есть это как бы, ну, воплощенная борьба и опыт, как сказал кто-то из великих пианистов об этой сонате. Вот такая двухчастная, удивительно дополняющая, в смысле двух этих частей друг друга, структура, венчающая грандиозный цикл сонат Бетховена. Вот очень ранний бах, очень поздний Бетховен, а Шопен, как я сказала, будет очень классическим. Он будет вот как раз тем, который вы сегодня, если вдруг вы подозреваете, что не знаете эту музыку, да, то вы сегодня на самом деле окажетесь удивлены, потому что вы большую ее часть, конечно, прекрасно знаете. Эта музыка безумно любима и исполнителями, и слушателями. Шопен, кстати говоря, и знал, и любил 32-ю сонату Бетховена. Это было неординарно и неочевидно, потому что поздний Бетховен был плохо понятен, он плохо понятен нам, а уж современникам тем паче. Это очень юный Шопен, это 29-летний Шопен. Эту картину рисовала его тогдашняя невеста, польская барышня по имени Мария Бадзинская. Я покажу вам фотографию позднего Шопена, который вы все наверняка знаете. Он здесь выглядит человеком уставшим и не вполне счастливым. В сущности, он человек очень молодой, по нынешним меркам, так вообще совсем мало. Ему 39 лет было, когда он умер, он родился в 810 году, то есть Бетховен был еще жив, и умер в 49-м. Самое важное про Шопена, это его такая двойная идентичность, потому что, с одной стороны, это был человек, который родился в Польше, который считал себя поляком, который сочувствовал всему польскому, который родным языком своим считал польский. И так, в общем, был у нас всю жизнь, и очень педалировал свою польскость. Но при этом он половину жизни прожил в Париже. Этнически он тоже во многом был связан с Францией, потому что отец его был поляком, он был эмигрантом из Франции в Польшу, человеком, который очень полюбил свою вторую родину настолько, что он, женившись на польке, например, настаивал на том, чтобы польский был домашним языком. Но это не только вот такая какая-то географическая промежуточность, потому что, в общем, не важно, в какой стране ты живешь, даже на каком языке ты говоришь во многом тоже. Это еще и культурная двойственность, потому что, с одной стороны, огромное количество польских жанров, польских фольклорных корней, польских корней, связанных с общим культурным фоном, не только с музыкой, они переплетаются с абсолютно французской изысканностью, с абсолютно французской такой соломной романтической виртуозностью. Вы, может быть, знаете, что великим современником Шопена был Ференс Лист, человек, который так же, как и Шопен, был великим композитором и великим пианистом, вероятно, для своей эпохи даже сначала пианистом, а потом композитором. И это два очень разных человека, потому что Лист был поп-звездой, он был эстрадным таким суперменом, человеком-рояль, которого инспектировали на предмет того, что там могут быть встроены какие-то секретные механизмы, позволяющие ему играть настолько сверхчеловеческие совершенно. И это был человек, который был мастером шоу и мастером крупной техники. Шопен — человек с небольшими руками, человек с очень специфическим темпераментом, он был очень закрытый, он был эпоханличный, он был застенчивый до зажатости, он был невероятной утонченностью, человек болезненно, нетерпимый, никакой мишуре, ни к чему показному, абсолютно невосприимчивый к этому. Ну, коротко, о Шопене — человек, любимый композитором которого был Моцарт. Мы говорим, что, да, действительно, патетика первая, что приходит в голову, когда он говорит Шопене, это был человек огромной внутренней чистоты и такой, ну, брезгливости к романтическому излишеству. Вот мы привыкли считать, что он был мастером мелкой жемчужной бисерной техники, и играл он зачастую, он не давал, например, таких колоссальных концертных турне, которые давал лист, да, вот так вот шквально разъезжая по Европе, а это во многом соломная в хорошем смысле, да, не в смысле поверхностности и жеманства, а в хорошем смысле соломная игра, аттентированная очень в полголоса, очень малому кругу людей, которые ее достойны, да, которым она может быть доверена. Наиболее прославленное биографическое обстоятельство жизни Шопена, вот можем также посмотреть на его посмертную маску, это, ну, может быть, банальное такое обстоятельство, но я позволю себе его вам напомнить, это его роман с прославленной писательницей и одной из первых феминисток в истории, Жорж Сант, роман поразительно такой, просящийся в какую-то велитвистику, потому что, ну, от чего только стоит история о том, как Жорж Сант, она организовала такой просто организованный план поимки и заполучения, который удался в результате, они были очень-очень разными, Жорж Сант как раз была очень напориста, очень мужественна, она репатировала, и тогда это было совершенно неприемлемо носить мужское платье, брить, это невероятно было, да, и Шопен, человек очень оконченный и совершенно бежавший от любого избыточного внимания, роман, кульминационным эпизодом которого является хорошо известный визит на Майорку, это был 38-й год, ему было как раз 28 лет, и это что-то, что звучит как прекрасный курортный романтический рай, но на самом деле обернулось это все ужасно, потому что это была зима, и ухудшился его туберкулез, который в результате, от которого он и умер, и он очень болел там. С Жорж Сант во многом связана и музыка, которую мы сегодня с вами будем слушать, в первую очередь, например, героический полонез, который, ну, один из самых-самых известных опусов, можно с вами начать его слушать, в прекрасном ретро-исполнении Артура Рубинштейна. И сейчас я буду играть на композицию, который близко к моему сердцу, дам через такие порядка и заинствует. ГОВОРИТ ПО-АНЕЙСКИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, музыка очень хорошо вам знакомая. Вот у него есть эпитет героический. Это эпитет, который не как-то, как эпитет программный, да, он как бы настраивает нас на определенные восприятия в этой музыке Шопен, например, никогда не писал его, никогда не настаивал на него, и даже я уверена, что во многом отникивался от него и был бы против. Это эпитет, который много позже, чем, собственно, само сочинение появилось. Сочинение появилось в 42-м году, а вы, может быть, знаете, что в 48-м году по Европе прокатилась череда революций. Началось все, кажется, на Сицилии, потом была Франция и так далее. Когда революционная эта волна достигла Франции, Жоржа Сарк с невероятным энтузиазмом, как все интеллектуалы этого времени ее встретившие, она писала Шопену, что вот в этой музыке, которая, повторюсь, за несколько лет до этого была сочинена, ей слышится и вдохновение, и мощь, и увлеченность, и сила вот этого такого революционного протестного героического чего-то, и что вот он для нее является таким вот программным символом вот этого революционного воздуха, или грозы, носившейся в воздухе, и он очень ее вдохновлял. Шопен был человеком, который всегда чурался программности, он всегда чурался буквального вписывания какого-то сюжета в музыку, которую он писал. Но, тем не менее, он сделал совершенно фантастическую вещь таким понятием, как жанр. Вот помните, мы с вами говорили о том, что жанр в начале XIX века для Бетховена был вещью очень приказной, был вещью, которая, да, она во многом определяла текст произведения. То есть, если мы говорим про жанровую музыку, а то, что вы сегодня услышите, будет жанровой музыкой. Баркаролла – песня венецианского гандольера, или скерца – это юмореска или шутка, согласно определению жанра, или полонез, да, являющийся, ну, просто танцем. Это вот такое предельно яркое проявление жанровой музыки. Жанр на протяжении стоветий являлся контекстом для исполнения определенной музыки и диктовал заодно ее текст. То есть, так же, как я говорю сейчас, вальс, и для вас очевидно, что у вальса должен быть какой-то вальсовый характер, вот точно так же жанр определял текст. У Шопена это вдруг начинает работать совсем по-другому. Ноктюрн, который вы сегодня услышите, безумно далек от определения Ноктюрн в энциклопедии, да, ночная песня, которая представляет собой какое-то томное амурное излияние под сенью темноты. Это огромное, развернутое, драматическое, колоссально насыщенное событиями поэма. Баркаролла, который обычно представлял собой тонкую, бесхитростную, ну, представьте себе, что поет венецианский гандольер, да, что ему лычат себе под нос, вот с тобой, Санта-Лючия, Санта-Лючия, вот что-то такое. Она у него представляет собой вот уж где патетика, вот уж где одухотворенный такой романтический пыл. То есть тоже очень развернутое сечение очень, очень сложной структуры. С Керца, ну, это самый яркий пример, пример, который, да, любой, самый, мне кажется, десятистрочный текст о Шопене обязательно вам приведет в пример. То есть то, что когда-то было шуткой и юмореской, представляет собой, ну, скорее балладу такую, да, скорее развернутый эпический, поэтический рассказ о каких-то очень мощных и волнующих событиях. То есть не только в его музыке нет программности, не только туда нельзя вчитывать никакой буквальный образ, но расшатывается даже сам жанр. Даже сам жанр перестает нам, да, как тюрьм перестает быть ночной песней, а с Керцем перестает быть шуткой. Даже сам жанр перестает готовить нас, настраивать нас на определенное расприятие этих сочинений, какими бы они ни были популярными, какими бы знакомыми мелодиями они ни были. Сегодня вот постарайтесь услышать их новым слухом. Спасибо вам огромное. Простите, что вы чуть задержались. Я уже вам покажу. Спасибо. 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 Спасибо.